И прежде чем в очередной раз рассказать про антивирусный гризли, я хотел бы поблагодарить всех своих подписчиков, которые не бомбят и адекватно относятся к этой рекламе, понимают, что благодаря ей я могу в принципе питаться. Спасибо большое, что не агритесь, не ставите дизлайк. Видео у других ютуберов, что бывает даже жёстче. Если вы ищете отличный антивирусник для своего слабого компьютера, если хотите играть в игры и чтобы антивирусник не загружал ваш компьютер, а вся мощь вашего мега крутого компа уходила только на игру, то скачивайте антивирусник гризли. У него есть специальный игровой режим, благодаря которому вы даже и не заметите, что он работает. Он не загружает видеокарт и не жрёт много азу и защищает ваш компьютер. Если вы уже готовы установить его, то ссылка на его скачивание будет в описании. Также там будет ссылка на группу ВКонтакте, где вы сможете получить даже бесплатный ключ. Хай дихо, ребят, с вами Сэмпл Мэн. И это уже третья часть довольно спорной рубрики на моём канале «Сравнение графики». Кто-то считает, что я пытаюсь оскорбить игры, замешан в каком-то заговоре графодрочеров, но не тут-то было. Всё, что я хочу, это просто провести эксперимент. Пришла очередь сравнить GTA 4 и GTA 5 в графике. GTA 4 сделала революцию в графике. Rockstar всегда обвиняли, что у многих игр, которые выходят в один год с GTA, намного лучше графика, чем в GTA. GTA всегда отставала по графике. И тут Rockstar бомбанули и решили сделать революцию и в графике, и в физике. Поэтому я сразу же захотел сравнить, где же графика лучше. И в конце вы даже удивитесь, там всё не так однозначно. Первое, что я сделал, это поставил GTA 4 на ультра. На самый максимум в текстурах, освещении, эффектах, тенях. И с GTA 5 я сделал то же самое. В GTA 4 сделали революцию и в тенях. Тени на максималках выглядят очень реалистично. Ненормальные, красивые, прозрачные, всё как надо. Где надо, тени есть, где не надо, тени нет. Всё идеально. В GTA 5 не всё так идеально. GTA 5 изначально создавалась на консоли старого поколения, то есть PlayStation 3 и Xbox 360. А в дальнейшем уже и на ПК, и новые консоли. Поэтому они немного уменьшили разрешение теней и текстур. Тени зубчатые. В некоторых местах они просто бесят. Ну, сделать такие тени в современной игре, да вы чё, шутите что ли? В реализации моделек машин тут всё одинаково. И там, и там машины выглядят реалистично. В GTA 4, когда Ника начинает бегать, ну это вообще пиздец юмор. Текстуры выглядят тоже довольно одинаково. Кирпичи везде одинаковые, асфальт везде одинаковый. Rockstar хотели сделать GTA 4 более тёмной, поэтому освещение здесь тёмное. В GTA 5 освещение сделали красивым, цветным, радужным, весёлым. И поэтому, кажется, почему-то и графика лучше. Не знаю почему, но, по-моему, освещение играет большую роль. И в GTA 5 оно сыграло просто гигантстичную роль, главную. Как Леонардо Ди Каприо в Титанике. Очень большую роль играют. На этом я, естественно, не останавливаюсь. Ставим моды. Вот тут всё становится уже куда сложнее. Асфальт выглядит и там, и там просто фотореалистично. Видимо, сделали с одной картинки из Гугла. И там, и там всё выглядит шикарно. И дома, и асфальт, и небо, и сами персонажи. Всё выглядит отлично. И там, и там мододелы прям отлично постарались. Тут тоже большую роль играет, опять же, освещение. В GTA 5 оно намного лучше сделано. В GTA 4 его просто нет совершенно. Она, конечно, фотореалистичная, все дела. Освещение-то можно было добавить и повеселее. Хоть какой-нибудь фильтр, что ли. Этого всего нет. В GTA 5 это есть. Там даже несколько наборов фильтров. Но и даже в идеальном редуксе GTA 5 есть свои минусы. Днём он выглядит недостаточно реалистично. Наоборот, очень светло. Что-то даже не видно. Мигалки полицейские очень ярко сверкают. Но ночью это просто всё очень красиво. Ночью прям в GTA 5 никто не переплюнет. В GTA 4 и ночью и днём всё выглядит на среднем уровне. Хотя текстуры прям, ну, реально красивые. И в некоторых моментах даже думаешь, что, ну, снимают, например, Нью-Йорк, такси обычно. Но нет, это игруха. Но вот тут главный спор. Вот что бы вы выбрали? Что выглядит намного красивее? По-моему, GTA 5 что-то такое мультяшное. Не слишком реалистично. Если в реалистичности, то, по-моему, побеждает GTA 4. Если в качестве графики, вау-эффекте, то, конечно, GTA 5. Тут вот довольно спорно. Что выбираете вы? Пишите в комментариях. Ставьте лайки, будет тысяча лайков. Вот такая цифра тысяча. И тогда я сделаю ещё одну часть. Что я там буду сравнивать? Это секрет. А я просто сам не придумал, что я буду сравнивать. А также подписывайтесь на канал, щёлкайте по всем аннотациям, колокольчикам. Хайди хо! Всё, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Ну как так? Окей, всё, буду записывать и похер на машину. Ну я! Пиздец. Need for Speed снимают рядом с домом. Серьёзно, столько тачек ездит, что я записывать не могу. Фу, кто пердит? Ну как так? Каждую секунду машина проезжает. Да как, блядь, так? Ща, ещё одна машина проехать решила... Так, да. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...